Нина Саакян Рядового грачи Тиграновича Карамьяна с огнестрельным ранением, полученным при пока невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает Министерство обороны Армении. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента. Президент Республики Арцах Арей Крутинян сегодня встретился с представителями парламентских сил Арцаха. Были обсуждены последние внешнеполитические развития вокруг Республики Арцах и возможные шаги для преодоления существующих вызовов. В результате обсуждений парламентскими силами было предложено созвать заседание Совета безопасности Арцаха. 30 сентября в интервью общественному телевидению Армении премьер-министр РА коснулся ряда тем. Никол Пашинян в частности отметил, что ряд армянских деятелей, а также представители власти Арцаха осведомлены о деталях переговорного процесса. В Соединенных Штатах Америки продолжаются встречи министра иностранных дел Республики Арцах. 30 сентября министр иностранных дел принял участие в заседании Городского совета Лос-Анджелеса и выступил с речью. В ходе заседания были затронуты вопросы, касающиеся перспективы развития связи Лос-Анджелес-Арцах, текущих процессов в регионе Южного Кавказа, урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Касаясь урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, министр иностранных дел подчеркнул, что позиция официального Степана Керта осталась неизменной. Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Бабаян также подчеркнул важность восстановления полноценного формата переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. На заседании также присутствовали замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцах Альерни Кованисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал законопроект об объявлении в штате 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян. Автор законопроекта – депутат собрания штата Калифорния Адрин Назарьян. Об этом сообщает пресс-служба Назарьяна. Сегодня крупнейший штат страны обязался ежегодно вспоминать о последствиях геноцида. «Мы помним всех жертв геноцида. Мы поддерживаем всех, кто несет на себе последствия геноцидов», – сказал Назарьян. Накануне на очередном пленарном заседании парламента было объявлено, что некоторые изменения, внесенные в тариф на электроэнергию или порядок субсидирования, были отменены. Для жителей абонентов тариф на электроэнергию в Арцахе составляет 49 драмов, 24 из которых государство платит в качестве поддержки. В негазифицированных населенных пунктах жители платят 15 драмов за киловатт-час. С 1 августа тариф на электроэнергию не повысился, а вступило в силу изменение порядка субсидирования расходов населения на электроэнергию. По словам министра территориального управления и инфраструктур, изменение, внесенное в порядок субсидирования, было пересмотрено по предложению фракции Национального собрания. В 2021-2022 годах на территории Арцаха было зафиксировано 70 случаев мошеннического вымогательства у физических лиц с использованием различных средств связи под предлогом оказания услуг, рекламируемых в социальных сетях. Подобным образом у граждан было похищено более 31 миллиона драмов, из которых возвращено только 2 миллиона 773 тысячи драмов, сообщает прокуратура Арцаха. Отмечается, что по 65 случаям возбуждены уголовные дела. Принимая во внимание, что это мошенничество главным образом совершалось путем перевода украденных денег через платежные терминалы или посредством внесения их на игровые счета, и эти средства в основном приобретались лицами, находящимся за пределами территории Арцаха, в ряде случаев лица, совершившие преступление, до сих пор неизвестны, говорится в сообщении. Отмечается, что в результате многолетней пропагандистской работы полиции и прокуратуры Арцаха число этих случаев значительно сократилось. Однако подобные попытки и мошенничества все еще фиксируются. Прокуратура призывает граждан воздержаться от услуг, предлагаемых неизвестными или подозрительными источниками, через различные средства связи или социальные сети, и при подобных случаях незамедлительно сообщать в полицию Арцаха. 99-летняя Араксия Хачатырьян была перемещена и закупирована в село Аветараноц в результате Третьей Арцахской войны и сейчас живет в одном из гостевых домов в окрестностях Степанакерта. Видела четыре войны. Первой была Великая Отечественная война, в которой она участвовала. Бабушка Араксия работала в сфере связи. Она внесла свой вклад в Великую Победу. Араксия Хачатырьян до войны 2020 года жила в родном селе. Ветеран, приближающийся к столетнему рубежу, признается, что преодолела немало трудностей и никогда не теряла надежды. Единственная мечта – снова открыть дверь дома, оставленного в родном селе. Каждый день думает только о том, чтобы вернуться. В селе вместе с воспоминаниями остались и медали, завоеванные в Великой Отечественной войне. Сегодня одна из 15 медалей является неотлемлемой частью военной формы. Она хочет мира, чтобы снова возложить цветы к деревенскому памятнику в форме. Это все главные новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч!